Здравствуйте, дорогие друзья! Я еще раз приветствую вас, счастлив, что меня пригласили. Евгения, очень благодарю и вас всех. Я, можно сказать, городковский житель, но так случилось, что я, как декабрист, попал в ссылку на 6 лет в город Бердск. И там, конечно, без сдавык-лико и умных разговоров очень сильно страдал, ибо жил в самом страшном районе, наверное, Бердска. Но сейчас я вновь вернулся в Академгородок, живу на Иваново, и снова, поэтому, так сказать, ощущаю себя его неотъемлемой частью. Меня зовут Резун Игорь Дмитриевич, мне 47 лет, скоро совсем будет. Значит, родился в Омской области, отец покойного же, Старство Небесное, доктор наук, доктор исторических наук, бывший замдиректором Сутоистории по истории Сибири. Получил я педагогическое образование, но, честно говоря, не стал работать в школе. Это был, значит, 85-й год, я как пришел в пединститут, сразу же пошел в школу-репортер, при молодой Сибири, там Наташа Пуцелуенок, такая, знаете, молодая, такая, Жорж Сан, курящая, такая, Беломор, вся такая, сексуальная женщина, да, ужас. И Боря Коновалов, маленький депутат будущий. И вот они меня пригрели, я начал всю журналистскую карьеру, потом была встреча с Владимиром Быковым, который меня затащил в Сибирскую газету, потом была встреча с таким известным коэфеем Владимиром Петровичем Михеевым, который дал мне путевку в литературу, первый рассказ мой у Михеева, который Михеев рецензировал, назывался «Девушка с козлиными копытами». Михеев прочитал, сказал «Рассказ ничего, но по названию видно, далеко пойдет». Вот, ну вот я и пошел. Это был клуб Амальте, вот, с Прошкевичем там вместе были. Ну, а потом я работал журналистом, журналистом, журналистом работал, работал, потом журналистике стало скучно, голодно, неприятно, вот. И я ушел в 2008 году в школу, в посылом педагогическом университете. Ну, преподаю я не французский язык, которому меня учили, но я преподаю историю, потому что я ее люблю. Я люблю Россию. Я, как сказал мой большой друг Александр Мусевич Городнинский, которого я возил по Новосибирску, показывал экскурсию, Городнинский смело говорит, я имперский человек. Так вот, я тоже имперский человек. Я не люблю республику, я люблю орлов империи. За них приятно умирать, в конце концов. Ну, и поскольку, вообще, моя подробная биография вот изложена здесь, там, кстати, несколько экземпляров, вот, можете взять, ну, если кому интересно, вот здесь вот познакомиться, я основные веки рассказал. И поскольку наша встреча посвящена Бардам, то позвольте мне начать все-таки с темы Бардов. Вот, ну, понятно, что я, как многие люди моего поколения, рос на Бывате Шаловича, на Гусоцком, значит, на Висборе, это понятно. Но вживую, конечно, никого из них не видел, хотя нет, Быват Шалович приезжал к нам в Академгородок, и я у него брал интервью, помню, в Доме ученых, для «Сибирская газета», как раз, Быкова. Два раза приезжал. Да, но я вот один раз, так сказать, меня допустили. Это было первое мое знакомство вообще вот с мэтром, потом также я познакомился с Михалковым, вот, и так далее. Ну, а третий, наверное, человек такой великий, вот, прочитал Бутусова, я не говорю, много пита с ним вместе. Вот, а третий великий человек, мой кумир, это Городницкий. Вот, его я два раза встречался с ним, возил по Академгородку и по городу экскурсиями занимался. Так вот, Городницкий, конечно, помошел в мою жизнь, впервые, что и через стихи. Вот, я понятия не имел, естественно, что, допустим, предательство, предательство, которое я слышал часто у костров, в туризме это, оказывается, его песни, и вообще многие его песни, оказывается, ну, а вы помните его сакраментальную, «Как высокая грудь и нога, как нога, высокая нога, крокодилы, пальмы, бабы и жена французского посла, вот это я понимаю, вот это заводит, черт подери!» Вот, так вот, конечно, мне нравится цикл, исторический цикл Городницкого, который говорится о России. Одна из самых знаменитых, одно из самых, время таких, не то знаменитых, подходящих новосибирских стихотворений, это, значит, это о Ленинграде, о Санкт-Петербурге. У меня, кстати, просьба, если у кого-то я читаю, засекайте время, я хотел засечь, но что-то промазал. Значит, дело в том, что новосибирский Санкт-Петербург роднит очень многое, на самом деле, я хочу что-то подчеркнуть, вы живете в столице, вы живете в имперском городе, понимаете, который царит над всей Сибирью, я очень люблю Томск, я обожаю Бурналул, но мы выше и круче, потому что мы финансово-административная, политическая, культурная столица Сибири. Мы основаны, как и Санкт-Петербург, на пустом месте. На правом берегу Новосибирска ничего не было, извините меня, на левом было прямо щековано. Мы основаны по указу царя, можно сказать, потому что в Санкт-Петербург указан Петра, а мы фактически именно, мы указаны Николая Второго. Мы построены точно, мы очень быстро выросли, и мы точно так же очень быстро стали столичными. Разогнули пальцы, поимели такой имперский голод и так далее. Тем вписаном гранит и мох рисунок улиц ленинградских, на перекрёсте двух эпох, бессмысленных и азиатских, насильно Русь привёл сюда разочарованный в Востоке, самодержавный государь, сентиментальный и жестокий. Здесь первый выплавив металл, одев гранитом бастионы, он об Италии мечтал, о гордой славе Альбиона. И зря судьба переплела над хмурой Невской протокой соборов римских купола, лепное золото барокко. И на жалеях, где тишина порхает легко крылым фебом, античных статуй белизна сливается с свинцовым небом. Прости же, Англия, прости, и ты, Италия, седая, не там Владимир нас крестил, был прав, безумный Чиадаев. И утомлённые Москвой, купив билет на поезд скорой, с какой-то странной тоской мы прибываем в этот город, и там, где влажные торцы, одела липкая завеса, в умолчании смотрим на дворцы, как скиф на храмы Херсонеса. Шумит Москва, четвёртый Рим, грядущий Азиями силя, а Петербург неповторим, как европейская Россия. Вот. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ